Мы увидим, что по чесноку это еще примерно одна треть жизни у таких среднего трудящегося класса. У варкаболиков понятно, совершенно другая статистика. Ну и у блуждающих по рабочим местам тоже может быть такое, так сказать. Но средние статистические данные, человек около 20 лет за всю свою жизнь спит, около 20 лет тяжело трудится, как осел. 9 лет он сидит на горшке. В общем-то, остается совсем немного. Если учесть, что он еще во сколько человек становится взрослым, взрослеет. Ну так, в адекватке, кто себя во сколько помнит? А? Типа... Нет, ты просто стал курить и бухать всем лет, это разные вещи. Это еще вовсе не значит, что ты был в адекватке. Некоторые считают, что ты до сих пор не повзрослел. Я серьезно говорю, 60 лет среднего прожиточного, потому что нужно понять, в России 59 для мужчин, 64 или 60 чем-то для женщин. То есть прожиточный жизненный ум в России почти как в Нигерии, почти как в Африке. Мы ненамного отошли от Африки. Считается, что ежегодно какая-то сумасшедшая количество, по-моему, 300 тысяч людей в России умирают только от алкоголя. 300 тысяч. То есть один город вымирает, маленький город вымирает от алкоголя. 300 тысяч – это такая нормальная статистика, средняя. Но мы сейчас не пугаем, конечно, где-то там в Калифорнии, в Лагуны Бич, или там в Таиланде, или там в Швейцарии на Женевском озере. Можно прожить немножко дольше, чуть-чуть больше ходить в туалет, чуть-чуть больше останется время на оперу, на Шекспира. Потому что человек, по сути дела, современный человек, он не тратит почти никакое время на самоосознание, богоосознание. Европейские церкви давно уже стали памятником архитектуры, люди черпают духовность в достаточно дешевых, бездуховных фильмах, книгах. Говоря, вот у режиссера была очень крутая задумка, правда, ее никто не понял, но неважно. И, по сути дела, про Хлад Махараш говорит, что между взрослением, старостью, когда человек уже немощный, очень такая популярная идея, что я займусь духовной жизнью, когда стану пожилым. Это вообще совершенно бредовая идея, потому что когда человек становится пожилым, он не только не может заниматься духовной жизнью, он вообще ничем не может заниматься. И наша страна – это прекрасный пример. Порядка 25% пенсионеров – это полностью люди, которые не в состоянии даже толком обеспечить себя. И когда человек болен, он постоянно сетует, он постоянно надеется выздороветь. Те, кто знают, у кого есть престарелые родители, они знают, что старость – это как старость, болезнь и смерть. В ведах сказано, кто-то думает, что старость – это какое-то особое позитивное время, когда ты на пенсии. На самом деле в старости – это когда ты уже ничего не можешь делать. И вот в этом состоянии человек умудряется постоянно забывать о своей вечной природе. Вообще вся идея материального счастья – это забыть о себе. Уколоться и забыться, напиться и забыться, забыться в очаровании новых ботинок, забыться в очаровании туристической поездки. Человек хочет забыться. Почему человек хочет забыться? Потому что, как говорил Шилашидар Махараш, нас интересует не религия, а реальность. Что такое реальность? И очевидно, что та реальность, которая окружает нас, не может быть гармоничной. Не может мир устроить так, что, например, зло всегда побеждает. Хотя мы слышали, что добро побеждает зло, но это, как правило, в сказках. В нашем мире одно зло побеждает еще большее зло. То есть, например, Второй мировой войны. Или это три зла – капитализм, коммунизм и фашизм. И в итоге два зла объединились против одного зла. И в итоге, так сказать, два зла победили, а третье зло. Но как только два зла победили, мир сразу же между этими двумя злами закончился. И началась холодная война. Почему? Потому что всегда в этом мире мы видим, что, по сути дела, те сказочные идеалы, те сказочные герои, которые существуют, там, рыцарь Камелота, герои Махабхараты, они всегда где-то далеко. Как правило, в реальности мы можем увидеть друзей, которые стреляют в спину своим друзьям. Это очень, так сказать, распространенный факт вообще в материальной жизни. Таким образом, ни один человек, он не думает, что он живет в каком-то идеальном совершенном мире. Только безумец может думать, что он живет в идеальном совершенном мире, частью которого он является. Но удивительное качество людей, которые пребывают в мире невежества, что они именно так и считают. Я вообще, когда читаю новости в интернете, я ужасаюсь. Огромное количество людей вообще считается во всем мире. Говорю про Россию, Россия вообще отдельная песня. Огромное количество людей, оно в принципе согласно с данностью. Согласно с данностью. Ну, то есть, этот мир принимается как ничто. Ну, так и должно быть, вот так должно быть. Вот еще сейчас мы встретимся, еще лучше сделаем, там, или там, хуже сделаем. Но веды, они полностью противоположны вообще веды. Почему мы говорим там веды, 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 там русские веды, таджикские веды, китайские веды. На самом деле, все это бред. Сознание Кришны, оно полностью противоположно идее материализма. Оно в целом провозглашает человека как инопланетянина. То есть, если сказать, что какой концепт, какой концепт человека в сознании Кришны, мы скажем, все люди инопланетяне. Скажут, как? Как это? И я тоже инопланетянин. Да, и вы тоже. Потому что каждый человек, который будет рассматривать бытие с точки зрения сознания Кришны, он увидит, что, по сути дела, идея инопланетянина больше всего ему подходит. Даже нормальный человек, он поймет, что он как инопланетянин не может до конца чувствовать себя гармонично в мире смерти, в мире болезни, в мире обмана. Каждый человек, он будет чувствовать, что какой-то здесь подвох, какая-то подстава. Самая глобальная подстава – это в том, что почему я здесь оказался. Хотя, старая добрая история рассказывает, что, помните, да, эту историю, как царь посетил тюрьму, и множество обитателей тюрьмы, поскольку царь пришел, была возможность пожаловаться. Они стали жаловаться царю, там кто-то сказал, не хватает еды, кто-то сказал, там вши заели. Естественно, царь, как бы, сказал министру, там, запиши, улучшить питание, там, банно-прасочные комплексы совершенствовать. Ну вот, но потом царь заметил одного грустного заключенного и спросил, а ты, дорогой мой, неужели у тебя нет ни одной просьбы, я не верю, что у тебя нету просьбы. И заключенный сказал, ваше величество, я очень стесняюсь, у меня есть одна просьба, но я не уверен, что вы можете ее выполнить. Царь сказал, я не могу выполнить. Давай поспорим, что я могу выполнить любую просьбу. А тут царь поймался старым зэком. И он говорит, ваше величество, я настолько себя чувствую здесь некомфортно, что у меня есть только одно желание отсюда быть как можно быстрее. Не могли ли вы меня выпустить, амнистировать в президентское помилование? Ну и царь, конечно, как только он сказал, я же царь, ну, как бы уже обратно включать не стал. И он сказал, хорошо, министр, вот этого выпустите, а остальных всех там побрейте, помойте и в баню, так сказать, и дальше махать кайлом. Вот, и в этом состоит идея сознания Кришны, потому что идея сознания Кришны не построена на том, что мы организуем там позитивную жизнь в материальном мире. В Санкт-Петербурге жирафы и медведи, там, африканский жираф, русский медведь из Единой России, там, американский орел, там, какой-нибудь французский лев будут вместе пить водку и танцевать. Нет. Этого никогда не произойдет по причине разных, разных, это помните, как лиса пригласила журавля в гости, хотела угостить его, да, подставила ему кувшинчик и сказала, попей. А длинный клюв, он, скорее всего, будет все, как в русской народной сказке. Материальный мир будет устроен так, что люди всегда будут стараться бороться за свои частные интересы. И в этой борьбе за свои, помните, как мы как один умрем в борьбе за это, так вот, оказалось, что это у каждого разное свое личное, поэтому Шелушевский Сарма хорошо осматривает мир материи, как место, где каждый борется за свое место под солнцем. И поскольку мир напоминает такую прекрасную гору, потому что если хочешь теплее, чтобы было, надо залезть на гору, то у горы, естественно, может быть только один король, ну и несколько еще других, которые помогают ему удерживать эту гору. Недавно, пока свежаем пили чай, по телевизору шла целая история о том, как Англия и Франция воевала между собой сто лет. О, прошу прощения, сто лет, восемьсот лет. Восемьсот лет французы с украинцами воевали, а, не с украинцами, с англичанами. Украинцы в это время курили люлькой своей. Только я спросил, я спросил одного настоящего украинца, этнического такого, я сказал, скажите, табак не так давно привезли из Латинской Америки, что же курили украинцы все это время? Он сказал, я к шоку, наплю, конечно. Пока укуренные запорожские казаки сидели, технократичные французы и англичане бомбили друг друга, они дробили себе головы, там заковывались в железо, вообще железный век, потрясающая вещь. То есть, начиная от каких-то легких доспехов, заканчивая полностью закованных рыцарей, а как роботы, которые даже, так сказать, уже не знали, что друг с другом сделать. Все это было из-за невежества, из-за жестокости человека, из-за ненависти. Еще Первая мировая война началась с того, что активист Гаврила, серб, замочил принца Фердинанда за то, что австро-венгры плохо относились к сербам. Он долго поджидал принца Фердинанда на военный парад, и принц Фердинанд приехал с опозданием, и поэтому Гаврила положил в карман револьвер, пошел жрать пирожки. Но когда принц Фердинанд приехал на парад, его предупреждают, что возможно покушение, ему сказали, что надо быстренько отсюда уезжать. И принц Фердинанд поехал на автомобиль, а поскольку конница и окружение не могли его догнать, принц Фердинанд, его немецкий водитель, не зная сербских улиц, повернул направо и оказался прямо напротив Пирожковой, где Гаврила покупал пирожки. В карманах у него лежал револьвер. Он сказал, вот ты наш, это принц Фердинанд. А у принца Фердинанда заглох двигатель в это время. Представляете, прямо у Пирожковой. И тогда, конечно, Гаврила как бы с пирожком в руках подошел и сказал, hello, welcome to Serbia. Опять же, геноцид, тысячи убитых сербов, сербских детей, женщин, повешенных. А в Сербии это так просто не прошло. Как только русский царь узнал, что наших православных мочат, вступил в войну за Сербию, после этого подписалась Германия завтра, Венгерскую империю. Против Германии, естественно, по старым добрым традициям вписалась Франция. А Англия поняла, что если Россия и Франции помочь Англия не сможет, то морские проблемы. И Англия тоже вписалась в войну против Германии и Австрии. Таким образом, Первая война унесла больше жизней, чем Вторая мировая война. Это были первые экспериментальные потрясающие моменты, когда радостная конница едет, вдруг пулеметы Максима тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть газом травили, убивали людей из пулеметов. То есть такие чудеса творились. Первые танки, которые ездили по людям, хлоргексидин. А что только не испытали люди во время Первой мировой войны, чтобы ко Второй мировой войне подготовиться уже по-настоящему. А Вторая мировая война, там уже не были первые летчики, были спортсменами, поэтому стреляли из пулеметов чисто по приколу друг в друга. Но Вторая мировая война все же была по-настоящему. Поняли, что пулемет надо дать каждому, что бомбы будут уже настоящими, гранаты будут хорошими, танки уже будут эффективными. Поэтому Вторая мировая война была не просто война ненависти, когда немцы ненавидели французов, французы-англичан, австровенгры ненавидели православные, ненавидели католиков, литеран. Вторая мировая война была уже эпохой, когда идеологии друг друга ненавидели. Так, Гитлер находился на пути национал-социализма, и он думал, надо мочить Англию и Америку, мировой еврействующий капитал, и потом мочить Россию. Но с Россией были договоренности со Сталиным, но Гитлер был паранойиком, он подумал, черт, в России же еще страшнее, чем Америка и Англия. Почему? Потому что идеология, коммунистическая идеология страшнее. И Гитлер сделал роковую ошибку, он напал на Россию. Почему Гитлер сделал роковую ошибку? С одной стороны, он прекрасно понимал, что Россия, которой Германия помогала, строить танки, самолеты, мало кто это знает, было огромное количество немецких инженеров, школ, был подписан мирный акт, национал-социалисты, коммунисты, почти одно и то же. А Гитлер подумал, но у них есть идеология, они загибают идеологию, а самая страшная это идеология. И он понял, что нужно с первыми рассчитаться, это с русскими. И создал план Блицкриг, но, как всегда, немецкий гений, так же, как и Наполеон, не понял, что наша страна, это всегда дороги и кадры. Дороги и кадры. И застрял он до октября, до ноября, потом и декабрь. Зима была как раз холодной, ну вот, и все. И тут же началось, что у французов одна и та же проблема, как бы, ну, не изучил он исторический вопрос, что с Россией выревать бесполезно, потому что дороги, дураки дороги, как говорят классики. Ну вот. Но, тем не менее, пройдя быстро с вами обзор по последним двум столетиям нашего мира, мы можем сказать, что как, мы не историки, но мы хотим, мы хотим сказать, какого хрена мы вообще должны в этом всем участвовать? Ну, ты русский, ты русский, понимаешь? Вот тебе, вот тебе три человека и одно ружье, а когда одного убьют из вас, вы должны поднять ружье второе, а сзади заградительный батальон. Представляете, какие были условия войны? Если человек понимал, ага, значит, убьют как дезертира, детям не дадут хлеб. И он шел, и добровольно умирал на фронте. Это общепризнанный факт. Но если мы демократически скажем, какого хрена я должен в этом участвовать? Как я вообще должен в этом участвовать? Потому что у меня тело какое-то там русское, таджикское, фашистское, немецкое. Да нет, конечно. Я чувствую, что я не хочу участвовать в этом безумии. Это нельзя по-другому назвать, как безумие. Конечно, жизнь заставит тебя участвовать, когда там разбомбили хату или сожгли хатынь, ты возьмешь там автомат и пойдешь там убивать немцев. Или когда тебе сказали, что ты самый, вообще самый лучший в мире, а там у твоей подруги сумочка из человеческой кожи с наколкой, конечно, как бы люди, это месиво. Поэтому только безумие заставляет человека смотреть на мир такими глазами. Поэтому Бага в этом веде говорят, человек должен победить пороки, такие как вожделение, гнев и безумие. Я постоянно думаю, что такое безумие? Потом я понимаю, что безумие – это когда уже вожделение и гнев не удовлетворяются, это вот так просто. Почему там всякие кинорежиссеры, политики, артисты становятся извращенцами? Люди впадают в безумие. И безумие происходит от того, что человек, он не осознает свое положение в этом мире. Он не осознает себя слугой. Он не осознает себя рабом. Он не осознает себя частичкой гармонии. Он осознает себя чем-то отколотым от этого мира и сходит с ума так же, как сходит с ума мир и иногда сходит с ума человек. И вот это происходит постоянно с кинозвездами, с миллионерами, со всеми людьми, которым чуть меньше нужно страдать, чем остальным. Потому что этот человек вообще понимает какие-то вещи только в страданиях. Поэтому да здравствует страдание, потому что только боль возвращает человека вообще в адекватный мир. Только боль и страх держит человека в каких-то рамках узды. Страх к закону, боль, как таковая. Но опять же, все, что я сейчас говорю, это на бытовом уровне. Нормальный человек говорит, я не хочу быть ни в боли, ни в страхе. Я не хочу вообще... Почему безумие действует на меня так же, как на всех остальных? Потому что нет связи. Нет связи с божественным миром. Нет осознания себя, как инопланетянина. Не просто инопланетянина зеленого человечка, а инопланетянина как обитателя высшего мира гармонии и красоты, как человека, который пришел не как раковая клетка, не как что-то безумное, чтобы отнять, разрушить или утвердиться, а который пришел даже в этот мир с одной простой целью, это понять свои ошибки. Сказано, что для чего нужно материальное существование, по сути дела? Материальное существование нужно только для одной вещи, чтобы человек разочаровался в мире материи. Но если Господь бы хотел, чтобы человек разочаровался в мире материи методом кошмара, он бы устроил ему еще больший кошмар, чем в Бухенвальде. Но Господь дал человеку карму, то есть причинно-следственную связь. И в силу этой причинно-следственной связи человек может находиться либо на позитивном плане бультия, либо на негативном. То есть, иными словами, Господь определил так, что дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих ошибках. В итоге человек обретает некую свободу выбора, потому что причина того, что происходит в этом мире, это сам человек, а ни в коем случае не Бог. Зараустра, великий индийский философ, который был двоечником в Индии, но пришел в Иран, чтобы проповедовать свое мировоззрение, преподавать, никак не мог прийти к пониманию того, что Бог всеблагой, почему же существует в этом мире страдания и негатив. И поэтому он придумал второго Бога, это Бога, негативного Бога. Так появился дьявол, который позже перекочевал из Ирана в иудаизм, а из иудаизма в христианство. Но Зараустра не мог понять, кто же причина страданий живого существа. Веды говорят так, сам Шичтане Я сам причина страданий. Это я, понимаете, что произошло. Каждый из нас в какой-то момент вошел в эту причинно-следственную связь, и причина это его желание эксплуатации, а все, что сейчас происходит с нами, в то или иное, это следствие. Мы можем очень трудно изменить прошлое, фактически невозможно, но можно участвовать в будущем. И вот когда живое существо принимает сознание Кришны, в какой-то момент оно осознает, что то, что происходит сейчас, те страдания, те определенные кармические обстоятельства, в которые я попал, это причина моей прошлой жизни. Я должен сделать из этой жизни, как из сделки. Знаете, политика говорит о том, что нужно извлечь пользу из наиболее негативной сделки. Какую пользу можно извлечь из такой сделки, как жизнь? Какую пользу? Только одну пользу. Человек должен в какой-то степени переосмыслить смысл своей жизни. Когда мы говорим смысл жизни, и так по пьяни все ходят поговорить, а тогда поговорим о смысле жизни. там даже сеть пивных, там СПБ, там сеть пивных, говори о смысле жизни. Но человек может в пьяном состоянии расслабиться, его немножко может отпустить, какие-то внутренние комплексы. На самом деле пьянство не так плохо с точки зрения Харе Кришна. Если бы все выпили и пошли танцевать, и петь Харе Кришна было бы нормально. Но, как правило, заканчивается все другим. Потому что нормальный материалист, он вообще когда видит кришнаитов поющих и танцующих, он так примерно по себе прикидывает, сколько бы мне нужно было выжать водки или виски, чтобы одеть на себя простыни, пойти танцевать на улице. И так прикидывает, что бутылок наверное пять надо было выпить или неделю. Поэтому ни один материалист не может до конца оценить на трезвую голову состояние Харе Кришны, почему люди поют и танцуют. И самое страшное, как говорят в таких городах, как Чита, Уфа, ты что улыбаешься? Что, смешно что ли? Ты что, что, смешно? вы смеетесь? Ну вот, то есть, потому что для нормального пацана улыбка это вообще как бы дикость. Чего? Ну вот, почему? Потому что вдруг ты еще и улыбаешься к тому же. ты что улыбаешься? Ты что, педик? Ну вот, я серьезно говорю, это, ну, то есть, то есть, такое ощущение, что улыбается только определенная группа людей. Ну вот, все остальные должны плакать. Все, я понял, подождите, мы сейчас, мы сейчас не будем квалифицировать, кто больше накурился. Мы сейчас говорим, а, я не, понимаете, если бы мы жили с вами в 16 веке, например, где-то там в лесу, я бы с вами полностью согласился, ну, это, то, что я сейчас вам показал, вы посмеялись, вы понимаете, что это так, и что это не где-то далеко, там, в 16 веке, это где-нибудь, это даже в Питере может быть, не обязательно нужно ехать куда-то, то есть мы не говорим о том, что там Питер, это столица культуры, здесь нет быдла, быдло здесь не меньше, чем где угодно, но принцип состоит в том, почему, почему люди так воспринимают, потому что они не могут представить, а как может, как вообще человек может испытывать счастье. Ну, ты приезжаешь в Индию, там все улыбаются, представляешь, что какой-то Вася приезжает в Индию, что они все, что они, что они, и вдруг, он сам начинает улыбаться, а почему в Индии, почему в Индии так улыбаются, потому что Индия чуть-чуть ближе к Богу, чуть-чуть, мы Индия, мы не считаем, что Индия, Индия святая земля, но мы не считаем, что в Индии каждый шаг, это танец, каждое слово этой песни, мы считаем, что там просто чуть-чуть, там лотосные стопы Господа были пять тысяч лет тому назад, сейчас там непонятно, что происходит, бедные индусы, сумасшедшие, но там по-прежнему запах вот этой вечности, бессмертия, красоты, он витает в воздухе, и там, когда ты поешь хари-кришно, индусы смеются и улыбаются, но смеются они, конечно, потому что видят, как белые медведи, шел бы ты, например, где-нибудь там, не знаю, в Пушкине и Павловске, видел бы, что негры идут с крестным ходом, конечно, ты тоже смеешься, конечно, тебя бы тоже вшторило бы, ты бы даже с ними сфотографировался, ну вот, но беззлобно, без особой злобы, без особого такого, без особой ненависти, поэтому в Индии просто смешно, белое смешно, но нет ненависти, ну ненависть есть, конечно, но в любом человеке есть это чувство сумасшествия, ненависти, там безумия, но оно где-то там, где-то вот на уровне очень глубоко, и удивительное то, что мы привыкли, что европейская мысль, она в основном, западная, она говорит, во все нужно сомневаться, ищи везде подвох, такой скепсис, вообще интеллигентный человек, как ни странно, ассоциируется в нашем обществе с циником, типа его не разведешь, но Шулгуру Дефон всегда говорил, I'm a believer, я тот, кто обладает верой, и в Индии, как ни странно, люди через чур может быть верующие, если у европейцев лозунг вообще нет ничего святого в мире, нет ничего святого, да, панк и рок-н-ролл, все надо подвергнуть сомнениям, то в индийской культуре говорят, что свято все, и как одна женщина, которая поклонялась, шла по дороге в святое место, поклонялась каждому камню, она ее спросили, почему вы это делаете, она сказала, может быть какой-то из этих камней шива или шелограмм шила, дело в том, что в Индии есть такие особые камни, которым поклоняются, шелограмм шилы, там разные шилы, эти камни ставятся в камни, у нас тоже такой есть один небольшой, ну вот, это как часть трансцендентного мира, как пикник на обочине, артефакты, артефакты высшего мира, иногда, потому что в духовном мире тоже есть камни, иногда эти камни проявляются здесь, они в принципе, камни духовного мира очень похожи на камни материального мира, если взять и взвесить, думаю, что они примерно одинаково весят, если камнем духовного мира постучать по голове, то будет так же больно, как камнем материального мира, ну вот, но чем отличаются камни духовного мира от камней материального мира, тем, что хотя камни духовного мира ничем полностью внешне от камней духовного мира не отличаются, отличие очень важного, а не камни духовного мира. Вы скажете, да вы тут автогония. Нет. Камни духовного мира также можно потрогать и ощутить, но камни духовного мира, они отличаются от камней материального мира тем, что они трансцендентные. Трансцендентные — это значит, что они состоят из знания и блаженства, из экстаза. И тот, кто обладает духовным видением, он может понять, что это камни духовного мира. Вот и всё. А больше они ничего не отличаются. То есть красота в глазах смотрящего. Не фотокамера, не кинокамера, а глаз оператора, не музыка, а музыкант, не слова, а поэт. Вот о чём говорят веды. Они говорят о воспринимающем. Гьяна, гьята, гьято. Процесс познания и воспринимающий. Поэтому веды говорят, не старайся изменить весь мир, старайся изменить себя. Ты развея в себе художественный вкус, и ты увидишь мир, как прекрасную картину. Ты развея свой музыкальный слух, и ты услышишь, что весь мир вибрирует именами Кришны. Развея в себе способность распознавать духовность, и ты увидишь, что преданность есть в каждом живом существе, как его природа, но ты будешь особенно испытывать счастье от общения с преданными. Таким образом, веды говорят не о изменении этого мира, как попытка сделать мир лучше, красивее. Они говорят, как только ты изменишь себя, ты сразу же попадаешь в мир себе подобных. Вот когда мы говорим, например, о нашем храме, который очень красивый внешне, но мы говорим, а есть ли у нас какая-то внутренняя, помимо убранства фасада, где там слоники красивые, мы сейчас еще внутреннее убранство пытаемся сделать, а что такое украшение этого храма? Мы говорим, очень просто, камни духовного мира. Какие камни духовного мира? Сказано, что святое имя Кришны, как драгоценный камень, но оно обладает одним качеством, оно может исполнить все желания. Если человек говорит Кока-Кола, 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 то даже Кока-Кола у него во рту не появится. Есть такая пословица, сколько ни говори халава, халава во рту не появится. Но, когда мы говорим Кришна, то через звук трансцендентного святого имя Кришны, Кришна может не зайти, может и не зайти. Понятно, да? Если вы просто будете назвать мое имя, например, Абадута-Абадута-Абадута или Вася-Вася-Вася, ну типа Кришна, 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 Кришна. Кришна такой. Нет. Поэтому, когда мы говорим Кришну, 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 Кришну. То есть, нет гарантии, что Кришна прямо побежал с флейтой. Ну вот. Но если в нашем воспевании имени Кришны в какой-то момент образуется какой-то подлинный призыв, а причина этого может быть отчаяние, там разные могут быть состояния у человека, который, ну, поэтому сказано, что только душа в покаянии может призывать к имени. Да, то есть, если человек просто шнык-шнык, то поэтому сказано, что имя, имя славия, процесс прославления святого имени, это всегда что-то подлинное должно быть. Не может быть ничего внешнего. Поэтому санкиртана, что такое санкиртана, когда преданные собираются, и в этот момент они, как алкоголики, которые пьют складчину, так же преданные собираются, они свою маленькую веру вкладывают в совместное воспевание святых имен. И они делают под руководством гуру байшнавов, преданных, да, то есть они не столько верят в себя, сколько в других, в то, что Господь явится через этих искренних душ. И вот тогда совместно воспевая, когда вера, у нас очень маленькая вера, на самом деле, если взять у каждого, ну-ка покажи свою веру. Вот такая у меня маленькая. А у тебя? Вот такой сенький. Скажите, а что же вы хотите на такую веру? На такую веру хотите Кришну, что ли? Кришну нужна вот такая вера, чтобы... Это был момент, когда жены Нарада пришел в Двараку, и жены Кришны, представляете, жены, которые обладают Кришной по праву, там, ну-ка ты куда, Кришна-то? Ну-ка давай, побудь со мной. И Кришна, ну давай, там типа, что будем делать? Чем ты меня развеселишь? Ну вот, ну, в какой-то момент жены, как любые нормальные жены, они подумали, ну все, уже попал кольцо на шею, так сказать, штамп, паспорт, все уже как бы... Воробей в клетке. Но Кришна не воробей в клетке, его невозможно заманить через ЗАГС и навесить на него элементы. Кришна, он, как только чувство свежести и рвение любви, Кришна расрашен, он всегда испытывает любовь, ушло, он тут же, мудрец Нарада приходит, и жены такие гордые, говорят, ну что тебе нужно, мудрец, проходи, что ты хочешь, там, мы тебе можем, хочешь того тебе дадим, а хочешь этого. Мудрец говорит, да мне не надо ничего такого, дайте мне просто Кришну. И все жены, они в шоке, как так, Кришну? Он говорит, ну вы же обещали пожертвовать мне то, что я хочу, а все, что нужно мудрецу, это просто Кришна, потому что с Кришной все, как говорится, завтра я пойду тратить все ваши деньги вместе. Кришна это все, источник всего, красоты, гармонии, богатства, процветания, поэтому дайте мне Кришну, а себе оставьте все остальное. И жены, они испугались, они отдали Кришну, и Кришна ушел с мудрецом. И в этот момент жены поняли, что ни сокровища, ни прекрасные платья, ни прекрасные дворцы не милы им без Господа. И они собрали все свое золото и пошли выкупать Кришну. Сокровища, бриллианта. Но Нарада сказал, ну хорошо, сколько Кришна весит, столько дайте. И он поставил Кришну на весы, и они сняли все цацки, пески, украшения, сколько бы золота они не насыпали, сколько бы сокровищ они не насыпали, в основном Кришна не мог никак перевесить эти сокровища. Вот уже чуть-чуть было бы, было бы, было бы. То есть никакое сокровище мира не может заменить Кришну. И в какой-то момент Кришна, конечно, подмигнул им, подсказал, как его выкупить обратно. И кто-то, то ли рукмене, то ли кто-то взял один маленький листочек туласи, положил на весы, и моментально туласи, один листочек туласи перевесил все. Почему? Потому что когда речь идет о безграничном, ему достаточно лишь один листочек туласи. Он сам сказал в Багавадгите, если ты мне с любовью предложишь вот цветок туласи, видели, сколько цветов там? Очень наши преданные, замечательно заботятся о туласи, прямо ца от туласи. Если ты с любовью мне принесешь цветок, однажды в Радхаране спросили, в Радхаране спросили, а как ты достигла такой глубокой любви к Кришне? И Радхаране сказал, а что туласи, а что ца только ца туласи полывала, чисто на украинском языке. Трошкой воды, чуть-чуть земли, и что ца узнал. Ну вот. И оказалось, что речь идет о каком-то внутреннем сокровище, не о внешнем сокровище, а о подлинном сокровище. Это подлинное сокровище. Невозможно не купить ни за какие внешние вещи. Мы можем лишь только компенсировать свою бедность, закрыть какими-то богатыми одеждами свои копыта, натянуть на них итальянские ботинки. Я даже помню, в конце 90-х бандиты, которые, конечно, к тому времени уже были депутаты, стали покупать очки без оправ. Было смешно, но очки, да, просто стеклянные очки, типа, рожа в очках, типа, умнее. Ну вот. Ну, понимаете, да? То есть, как обезьяны очки, помните, да? То есть, обезьяны стали одевать очки, чтобы казаться более продвинутыми. Ну вот. Поэтому мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, что мир вот этого внешнего пафоса и там каких-то внешних проявлений чего-то, это мир объективный. Это мир безумия, на самом деле. Поэтому еще Шекспир написал «Пир во время чумы». Помните, да? Герои Шекспира, те, кто в городе эпидемия, чума, они пьют, одни тут же умирают, но они продолжают, так сказать, с закрытыми глазами смотреть на этот мир. Тогда как преданные, у них тоже пир во время чумы, только это раздача Махапрасада. Ну вот. И суть пира преданных, то, что во время чумы материального безумия, раздавая святое имя, раздавая Махапрасад, они излечают больных. И вот это вот такая разница. Вот. Поэтому святое имя Кришны, которое Господь явил как величайшую тайну, величайшее сокровище, процесс, результат через святых, доступно нам сейчас с вами. и мы собираемся здесь у божеств, воспеть санкиртану. А, кстати, вот видите, камень духовного мира, он еще и смотрит на нас, у него глаза есть. Как это возможно, что камни могут видеть, но надо понять природу духовного мира. ведь в духовном мире все состоит из чистого сознания. Декарт говорил, что этот мир это сон во сне. Он ненамного ошибался, потому что мир материи это сон во сне Маха-Вишну. Вообще считается, что Маха-Вишну спит, поэтому эта жизнь очень часто похожа на сон. Не потому, что она нереальная, а потому, что это реальность более низшего порядка, так же, как виртуальная реальность. Там все нормально, 3D-мая, там сетки, анимированные модели, интернет, но это реальность более низшего порядка. Но представляете, если мы с вами можем доминировать с материальной точки зрения над реальностями более низшего порядка, то с точки зрения души нам открыты реальности более высшего порядка. Физическое тело и сознание никогда не может достичь трансцендентного, но душа по своим качествам она может достичь трансцендентного. То есть мы с вами можем достичь трансцендентного и вернее трансцендентный мир он может коснуться нас. И вот, собственно, Шамад Бхагаватам и другие священные Пураны, они говорят нам, что хотя человек живет, ест и спит и став йогом мы не перестанем меньше тратить время на сон или еду, но мы трансформируем свое бытие. Всегда возникал вопрос у материалистов бытие или сознание. Так вот, оказывается, сначала сознание Кришны, а потом бытие в сознании Кришны. И трансформация нашего бытия, да, то есть мы так же будем спать, так же будем есть, но мы будем есть Маха Парасата, спать мы будем для того, чтобы отдохнуть от мира материи, чтобы дальше практиковать духовную жизнь. так мы пройдем это воплощение, пройдем это воплощение и в этом воплощении осознаем самое главное и самое ценное. Если мы сможем сопережить хотя бы частичку сознания Кришны, тогда миллионы наших жизней, которые могут пройти ради достижения истины, будут не такой уж большой платой, как нам кажется. В противном смысле просто осознавать то, что миллионы жизней мы уже рождались и умирали, еще будем рождаться и умирать в колесе самсары миллионы жизней, не зная ни о том, кто мы, ни зачем мы живем, не имея никакой цели, это ужасная вещь. Но если хотя бы в одной из этих жизней мы хоть на какой-то момент, хоть временно, хоть частично, просветление, такое пребывать в состоянии просветления, это удел просветленных. Но для нас, обусловленных душ, хоть если нас пропрет хоть на секунду, то это будет следующим шагом к постижению истины. И вот поэтому с вами очень удачливы, что мы сидим здесь в этом храме сегодня вечером, могли бы сидеть в пивбаре или в кафе или у телевизоров, смотреть какие-то новости, которые в принципе старости. Ничего нового не происходит в этом мире. Кто-то что-то у кого-то отнимает, кто-то что-то у кого-то воюет. А мы смотрим на эти ужасные новости, каждый почему кошмарные новости всем нравятся смотреть. И мы находимся по таким влияниям. Говорит известный исполнительница украинской Верки Сердючко «Усё будет хорошо». Я это знаю. Вот. Поэтому, закончив нашу лекцию, сегодня словами не Упанишата, а Верки Сердючки, «Усё будет хорошо». Я хотел сказать только, для кого это сказано. Для людей, которые практикуют духовную жизнь, это вполне хороший лозунг. Но для материалистов ничего хорошо не будет. Ну вот. Итак, вопросы какие-то есть у кого-то? Я могу добавить лишь только то, что в своей лекции я мог ошибаться в каких-то датах, конкретных понятиях, потому что я не историк, а историю мира я, так сказать, ну так, последнего века очень брифли, пересказал в целом. Так сказать, за неточности прошу прощения. – Короче, вопрос. Говорили, когда народы были, как он набрел благословение, то есть, он стал народом получить милость. И вопрос, не было ли вам вместе могут получить милость? Или это зависит от степени восприятия или что-то? – Ты знаешь, очень прикольный момент. Он сказал, в прошлую калпу это произошло. Все. То есть, мы можем сказать так, что народа обрел милость в прошлую калпу. То есть, с того момента, как он стал народой, прошло немало времени. Поэтому, мы можем сказать, что мы также обрели милость. Вопрос просто вспышки сознания. Потому что Мадвачаре не считалось, что все души спасутся. Например, предыдущие вайшнавы не считали, что у всех душ есть шансы обрести милость Господа не потому, что там Господь плохой, а только потому, что природа душ такова. То есть, это как, например, когда мы учимся в школе, например, некоторые наши соратники по школе стали преступниками и попали в тюрьму. А некоторые даже стали рецидивистами. Все детей одинаково учили. Никого из детей в школе не учили стать преступником или убийцей. Но в силу своих склонностей и кармы какие-то дети могли пойти по негативному пути. И можно сказать, что исследуя судьбы негативистов, мы видим, что они обрели негативную встречу, негативное общение. Они попали под негативное дурное влияние. Поэтому влияние, человек всегда пребывает под влиянием, он всегда находится под влиянием. Нет такого, чтобы человек не находился под влиянием. Это не так. Даже когда человек говорит о том, что я не нахожусь ни под чьим влиянием, он прочитал это у какого-то человека, у какого-то гуру в книге, который говорит, ни на кого влиянием находиться нельзя. Есть такой известный гуру Кришнамурти, который пишет в своих книгах, что книги не нужны. Но тем не менее это в его книгах. Поэтому сказать, что человек не находится ни под чьим влиянием, это не так. Человек всегда находится под влиянием, потому что это природа души находится под влиянием. Но удивительная вещь в том, что душа может так же, как находиться под негативным влиянием, так и под позитивным влиянием. Обратите внимание на историю народа, он попал под позитивное влияние. История прохлады и других святых, священных писаний, говорит о том, что человек попал в позитивную среду. И там, в позитивной среде, он в той или иной степени обрел определенные качества. Как уже он обрел, до какой степени, в силу своих определенных привычек, испорченности, самскар прошлых, оскорблений. Много может быть всяких внутренних факторов, чувства дозволенности и прочего. То есть, на самом деле, деградация человека, она не начинается в среднем положении. Деградация человека начинается наверху. Поэтому Индра, например, он ошибается относительно Кришны. Почему Индра ошибается относительно Кришны? Он царь небес. Понятно, да? Поэтому всегда нужно бояться очень возвышенного положения материстического. Потому что это положение очень опасное. Всегда нужно помнить, что положение негативное, на самом деле, есть позитивное. Негативное положение – это всегда положение подчиненное. А оно негативное с точки зрения материи. Кажется, что подчиненность – это плохо. На самом деле, в духовной жизни очень легко спастись от врагов, но от друзей спасает только Господь. От врагов можно спастись легко, закрыться дверью, перестать с ними общаться. А что сделать, когда спастись от себя? От себя спастись очень трудно. От себя тебя может только спасти кто-то. И поэтому самый большой враг в Бхагавадгита описывает этот ум человека. Человек может быть себе другом, может быть врагом. Но если он… А как правило, мы не в состоянии себя спасти. Находится в обществе подлинных друзей, достающих преданных. Подлинные друзья могут тебе помочь от тебя спастись. Поэтому, да, здравствует наша трансцендентная психушка. Почему, да? Потому что мы пытаемся спастись от самих себя. Потому что спастись от внешнего мира не так сложно. А вот спастись от своих страстей, пороков, глупостей, невежеств, безумия – это и есть подлинная внутренняя работа. И тут одного, одних лишь усилий мало. Нужна еще милость Господа. Может, у кого-то из гостей есть вопросы? Ты не гость. Да, я слушаю. Дело в том, что Гаура-лила – это эксклюзивная лила, которая проходит в Новодвипе. Новодвипа – это нечто трансцендентное. Но удивительная вещь в том, что трансцендентное иногда не сходит в мир материи, чтобы в этом мире материи добавить больше экстрима, как Гакула и Галока. Галока – это духовный мир, а Гакула – это проявление духовного мира в мире материи. Так вот, с точки зрения Кришны или Бога, не существует большой разницы между духом и материей. То есть для Кришны одухотворить какой-то план бытия не представляет никакой сложности. Понял, да? Ну, как бы, если, скажем так, мы живем в аналоговом формате, то Кришна живет в диджитал. Поэтому для него оцифровать что-то вообще не вопрос. И, соответственно, следует понимать, что такое Гаур-лила. В Гаур-лиле есть две функции – аударья и матхурия. Аударья – это одарить падшей души любовью к Кришне, а матхурия – это испытать сознание Кришны самому. Удивительным образом ты увидишь, что в Гаур-лиле такие, как Джай, Виджай, они являются Джагаем, Адхаем, и другие обитатели Вайкунты, которые, по сути дела, как бы, могут в духовном мире ощутить лишь только вишну-бхакти, став участниками Гаура-лилы, они могут получить бхакти невероятно более высокого уровня. Понятно, да? То есть Гаура-лила – это не только спасение падших душ, это апгрейд и чудо для обитателей духовного мира. То есть не следует думать, что, например, в духовном мире не существует идеи эволюции. Духовный мир с точки зрения как бы самого себя, сам по себе эволюционно продвинутое место. Поэтому для обитателей духовного мира прийти в Гаур-лилу – это значит пройти экстрим-революцию, суперапгрейд для трансцендентного плана бытия. Я понятно говорю или нет? Понял или нет? То есть обитатели духовного мира, попадая в мир материальный, участвуя в Гаур-лилу, по-прежнему остаются духовными. Понимаешь, да, Кирирадж после попадания во Вриндаван остался Кирираджем. Я же объяснил разницу между трансцендентными камнями. Это трансцендентные камни, а там нетрансцендентные. Что тут непонятного? Понял, да? То есть если ты начнешь взвешивать трансцендентные камни или делать химический анализ, это становится, что, знаешь, как Хэллоуин попал на планету Новый год. И ужас, он не понимает, что такое Новый год. У него все ужасное, а на Новый год такое все праздничное. Другой формат. Те же самые камни, только и для другого используются. Гори. Просто мне не совсем непонятно, как это можно. Идет ли там какое-то движение в сознании, в отличие от другого и в другого? Еще раз объяснял. У тебя есть идея разделить там и здесь. Это естественная идея неофитов, нас неофитов, делить на там и здесь. Но для высшего мира не существует такого понятия там и здесь. Сказка, она, на то есть сказка, что она движется во всех планах бытия. Понимаешь, да? Ты понимаешь, как, например, ты пришел бы к Булгаковой и спросил бы про там кота-бегемота и Воланда и сказал, что вы делаете здесь, что это материальное? Они бы сказали, нет, мы продолжаем свою фишку, свою тусовку. То есть идея Булгакова очень крутая, что он просто берет негативный мир, потому что у Булгакова не было представления о позитивном мире. Но у Булгакова в «Мастере Маргарите» негативный мир попадает в Москву. То есть происходит лило, грубо говоря, да, Москва там, там, единственное, что отрезанная голова там на Садовом бульваре, вот, кого-то, да, человек, который говорит, я не верю. Понятно, да, то есть трансцендентный мир начинает, грубо говоря, соприкасаться с миром материи. При этом мир материи остается миром материи, и трансцендентный мир остается миром трансцендентным. Вопрос просто вот этой грани соприкосновения. Понял, да? То есть эта лила, она всегда происходит. Сама по себе гора лила, она подразумевает экспансию в материю. Понял, да? Потому что кого можно освобождать, например, в мире духовном? Некого. Почему, например, Кришна-лила трансформируется в какую-то вселенную? Почему? Потому что Кришне, для того, чтобы Кришна-лиле был экстрим, нужны демоны, а демоны здесь только и только здесь. Поэтому этот мир крайне цен, потому что здесь, товарищи демоны, вы присутствуете. Ну как, понимаешь, для верующих нужны неверующие, иначе нету контраста, когда все верующие, когда все согласны, неинтересно. Нужны несогласные. Понятно, да? Поэтому идея самого мира материи с точки зрения Кришны это гениальное гармоничное состояние. Всегда будут всегда будет оппозиция и с точки зрения Кришны всегда будет оппозиция и понимаешь, что духовный мир он в чем заинтересован? Обратите позицию. Но это вовсе не значит, что обитатели духовного мира не хотят обрести высшее сознание Кришны. Поэтому гору лил, она действует на двух планах бытия. Она и тех, кто пребывает на вайкунте, обогащает более глубокой Кришной премией и дает эту Кришну премию обитателям этого мира. Именно поэтому деваты, обитатели высших планов бытия, они хотят родиться в горле, они же не идиоты. Они знают, что там можно до кучи получить под раздачу как бы самое высшее. То есть основные проблемы только у тети Вали и дяди Вася. Что такое? Что происходит? То есть те, кто не понимает, что происходит. А те, кто понимают, что происходит, они... Ну, как в фильме «Матрица», понимаешь, да? Что такое в фильме «Матрица?» Два плана бытия соприкасаются или в фильме «Терминатор». Какая-то сумасшедшая баба бегает от полиции по Нью-Йорку. На самом деле она спасает человечество. Но это знает только сумасшедшая баба и «Терминатор». У психиатра на это своя точка зрения. Казалось бы, кто ей мешает спасать человечество? Само человечество? Поэтому, если переложить эту идею на Кришна-Лилу, то мы понимаем, что кто мешает кришнаитам? Сами люди. А кто из людей больше всего мешает кришнаитам? Это религиозные люди, там попы разные. Поэтому самая большая позиция в науке – это наука, в религии – это религия. Понятно, да? Кто был самой большой оппозицией Стива Джобса? Билл Гейс, конечно. Понятно, да? Поэтому самый большой вред в религии – это сама религия. В политике – это сама политика. В компьютерном деле – это сами компьютерщики. А кто самые большие плебеи в науке? Сами ученые, которые тормозят исследования, научные открытия и так далее. Потому что, например, в средневековые времена церковь имела некую монополию на науку. То есть любая научная идея должна была как бы седантой с философией церкви сочетаться. Поэтому наука не могла прогрессировать. Поэтому отделили. Ученые поняли, что надо уходить из-под лап церкви. Первые врачи даже вынуждены воровать трупы. Потому что религия не разрешала препарировать трупы. Поэтому первые доктора европейские скупали трупы алкоголиков на кладбищах, чтобы как-то тренироваться, препарировать, развиваться. То же самое можно сказать о науке. Поэтому позже, когда европейская наука вышла вперед, она стала смеяться над религией. Религия медленно заткнулась и сейчас живет на сдачу в аренду пивных погребов в Европе. На старые активы, на то, что там было конфисковано у тех, кого сожгли без покаяния, без инквизиции. А это сейчас и живет Ватикан. мы живем мы живем за счет нашей истории. Поэтому это все такое как бы очень... мир материи это всегда мир двойных стандартов. Никогда не мир какой-то объективной реальности. Даже в сознании Кришны мы всегда должны помнить о том, что первые враги в сознании Кришны это кто? Сами Кришновиды, конечно. На этой радостной ноте уважаемые враги истины мы с вами закончим. Спасибо.